МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На встречу успеху замминистра образования посетила детский оздоровительный лагерь мечта. Самое важное – рассказать то, что сегодня является предметом гордости для каждого белоруса. О чем беспокоится современная молодежь? Смерть по соседству. Могилевчанин цинично задушил женщину. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз. Что толкнуло на жестокую расправу? Золотая классика. В Бобруйском театре состоится спектакль по мотивам романа Евгений Онегин. Ждем вас. Очень будет интересно. Есть ли хэппи-энд у известной пары? А также последний рывок, первый миллион и больше сладкого. Коммунарка реализует важный проект по импортозамещению. В чем суть? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия 33-го фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Выступая перед гостями на сцене летнего амфитеатра, президент отметил значимость события. С годами регион собирает все больше артистов. В этом году в Беларусь приехали представители из стран-участниц ШОС, а также делегации из дружественных стран африканского континента. Сегодня этот фестиваль объединяет людей разных поколений, религий и культур, истинных ценителей искусства с самыми разными предпочтениями от авангарда до классики. Но главное, он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой. Церемония запомнилась и знаковыми событиями. Главную премию фестиваля, специальную награду «Через искусство к миру и пониманию» белорусский лидер вручил Григорию Лепсу. Голыми руками могилевчанин задушил соседку и скрылся. Однако долго бегать не удалось. К правоохранителям обратилась сестра погибшей, которая нашла женщину с удавкой на шее. Следователи установили, накануне к пенсионерке зашел сосед, попросив долг 10 рублей. Однако потерпевшая отказала, обозвав его. Не стерпев оскорблений, мужчина набросился на свою жертву. Незваный гость принялся душить ее руками, а после использовал шнур от обогревателя. После жестокой расправы он забрал 20 рублей, банковскую карту, мобильный телефон и ушел. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз. В ходе генетической экспертизы на электрическом шнуре, а также халате потерпевшей, обнаружено смешение биологического материала самой женщины и 36-летнего мужчины. Кроме этого, на ее халате обнаружены хлопковые волокна, общей родовой принадлежности с волокнами в составе брюк указанного гражданина. Протрезвевший мужчина долго, бесцельно бродил по городу, а затем попросил телефон у незнакомки и набрал номер 102. Мужчина был задержан правоохранителями. В отношении фигуранта применена мера пресечения в виде заключения под стражу. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Стопроцентный запрет, горячие выходные и финишная прямая. В вузах Беларуси стартовал прием документов, что изменилось в новом году. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси намолочено более миллиона тонн зерна с учетом РАПСа. Показатель в 6 нулей достигнут почти на две недели раньше, чем в прошлом году. По урожайности традиционно лидируют сельхозорганизации Гродненской области, не отстает и Брестская. Перед отечественными аграриями стоит задача выйти на 80% своей селекции. В текущем году уже заложены семенные посевы для получения семян и засева площадей. В вузах Беларуси стартовал прием документов. На бюджет до 17 июля с 18 по 25 внутреннее вступительное испытание 27 зачисления. На платную форму подать можно до 1 августа. За конкурсной ситуацией абитуриенты смогут следить на сайтах университетов. К слову, количество бесплатных мест в этом году выросло более чем на 3 тысячи. Это касается педагогических, инженерных и медицинских специальностей. Коммунарка реализует важный проект по импортозамещению, направленный на значительное расширение производственных мощностей. Завершить планируют к 2026. На фабрике будут запущены новые цеха, а также введено современное производство полного цикла по переработке какао-бобов. Сейчас предприятие выпускает 33 тысячи тонн сладостей ежегодно. Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Беларуси. Запрет связан с установлением третьего класса пожарной опасности. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлисхоза. Республику ожидают по-настоящему жаркие выходные. В большинстве районов столбик термометра взлетит до 37 градусов. Медики призывают пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор, по возможности находиться в тени. В МЧС порекомендовали исключить обращение с открытым огнем. Синоптики отмечают, жара задержится в Беларуси на пару недель. Осадков ожидается немного. Председатель Могилевского обл. исполкома принял участие во втором дне областного семинара практикума по кадровой политике. Вместо встречи 35-я школа имени Батова. Диалог начался на открытой ноте. В своей речи Анатолий Исаченко отметил важность современных подходов к работе с кадрами, а особенно с молодыми специалистами. Кроме того, обсуждены концептуальные основы государственной кадровой политики, проанализированы современные подходы к работе с кадрами, рассмотрены вопросы пенсионного обеспечения. «Мы провели двухдневный семинар, где собрали кадровые службы наших регионов для того, чтобы, во-первых, обменяться опытом, во-вторых, обозначить те проблемы, которые есть, в-третьих, найти пути их решения. Перед ними также выступили спикеры по различным направлениям. Я думаю, что такие вот семинары, практикумы мы будем проводить. Мы будем проводить, потому что, еще раз повторяюсь, на кадры – это основа, основа нашей экономики». После – краткий экскурс по школе. Анатолий Исаченко посетил жемчужины учреждений образования, музей, библиотеку и книжный архив. Особое внимание – начальной школе. Разговор по душам. Замминистра образования побывала в мечте. Открытый неформальный диалог состоялся между Екатериной Петруцкой и отдыхающими в рамках республиканской акции «Шаг к успеху». Замминистра с удовольствием поделилась с подростками жизненным опытом, рассказав о своем профессиональном пути и о том, как достичь успеха. Юные слушатели с удовольствием задавали вопросы, интересовались мнением государственного деятеля, предлагали различные идеи. «Шаг к успеху» дает возможность нам, старшему поколению, рассказать то, что актуально для нас, рассказать о достижениях нашей страны, рассказать, в каких отраслях мы лучшие, рассказать, каким непростым путем мы к этому пришли, рассказать для того, чтобы наши дети это ценили. Ведь это самое важное – рассказать то, что сегодня является предметом гордости для каждого белоруса. Те вопросы, которые сегодня ребята задали на площадке, они не были тривиальными. Это были те вопросы, которые раньше я не слышала на других площадках. Это были интересные и содержательные вопросы, которые еще раз подтверждают, что в нашей стране хорошая молодежь. Я считаю, что такие встречи нужно устраивать с такими значимыми личностями для нашего государства, поскольку нам дали ответы на некоторые вопросы, которые нам бы не дали обычные люди, которые всегда рядом с нами. Было очень познавательно, образовательно. Конечно, такие встречи проводить намного чаще. Екатерина Александровна ответила на такие значимые вопросы, которые, я считаю, надо поднимать. Они были очень интересны. И я считаю, что наша молодежь чему-то даже научилась. Качественное питание – залог крепкого здоровья и отличного отдыха. Не обошлось и без рабочих моментов. Екатерина Петруцкая проинспектировала производственные помещения. Мой дядя самых честных правил. В Бобруйском театре гастрольный спектакль по мотивам известного романа. Произведение Евгений Онегин уже давно считается эталонным образцом русской классики. Каждый в школе учил наизусть монологи Татьяны и Евгения, а сам роман давно разложен на цитаты. Громкая постановка – новое непривычное прочтение. Зрителя ждет смелая, динамичная и захватывающая история. Уважаемые жители и гости города Бобруйска, наш театр сердечно приглашает на гастроли Минского тюза со спектаклем «Женя, Таня, Равно, Любовь» по мотивам пьесы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». 18 июля, 18 часов. Ждем вас, очень будет интересно. В спектакле задействованы заслуженные артисты Беларуси. Продолжительность – полтора часа. Билеты можно приобрести в кассе театра. Ах, это лето, где и как отдохнуть без риска для жизни, и куда предпочитает ездить молодежь, если это хваленая золотая середина. Сразу после новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!